Меня всегда поражали своей красотой лики святых. Невольно испытываешь какой-то благоговейный трепет, глядя на то, с каким мастерством выполнены эти работы. Думаю, что не каждый художник возьмется с легкостью за написание иконы. Герой нашей первой истории Вениамин Рощенков раскрыл нам некоторые секреты этого мастерства. Вениамин – человек с очень интересной судьбой. В прошлом военный, специалист по подводно-техническим работам, точнее, акванавт, он выполнял работы, необходимые для поднятия подводных лодок типа Курск. Сняв погоны, Вениамин самостоятельно изучил реставрацию икон, много ездил по северу, бывал в скитах и беседовал со старцами. Тогда и начал сам писать иконы. Но это не является для него бизнесом, это не дань моде. Это скорее отклик его сердца на призыв Бога. Давайте посмотрим. В Москве мы посетили иконописный центр «Русская икона XXI века», существующий более 15 лет. Его возглавляет председатель Московской гильдии иконописцев Вениамин Рощенков. О чем вы думаете, когда вы пишете портрет святого человека? Садясь за работу, это же не сиюминутное желание написать, к ней готовишься, и очень долго готовишься. Вот многие иконы, например, я скажу вам, что я их увидел во сне. Перед тем, как написать, я их увидел во сне. После того, как я его увидел во сне, вот он пришел, я его почувствовал, полностью почувствовал его. Я сел и стал писать уже эту работу. Чтобы, опять-таки, сесть и работать над иконой, нужно себя напитать. Напитать и Словом Божьим, молитвами, и посещением святых мест, и общаясь со святыми людьми. Аж по-другому не получится. Понимаете, иконописец должен быть человек, ну, очень близко к святости. Они должны всю жизнь трудиться над своей святостью, над своей чистотой, внутренней своей чистотой. Нас окружает бытовой мир, в котором мы каждую минуту прикасаемся к этой жизни. И чтобы... А это немножко другая жизнь, поэтому нам нужно очищаться, и, так скажем, себя немного отстранять, чтобы приступить. Слово, скажем, как врачу стерильность нужна, чтобы он заходит в хирургический блок, чтобы работать с человеком, оперировать, ему нужно принять стерильность. Так и здесь, чтобы работать со святыми вещами, нужно быть, как бы, немного очиститься, чтобы подойти с чистым сердцем. Я вырос, в общем-то, в семье, когда он из детства, я уже знал, что Бог. У нас были иконы, простые иконы. И достаточно много было икон. Ну, для тех времен много, так сказать. Около шести икон было. И я очень долго не мог взять иконы в руки. Я боялся, что я обожгусь. И взял я уже достаточно в взрослом возрасте. Но молиться когда начал? Молиться поздно я начал, где-то после 30 лет. У нас очень опасная была профессия у меня, очень опасная. И много ребят молодых погибло. Но была потребность и, самое главное, большая вера. Это чувствовалось, что Бог присутствует рядом, и что к Нему можно обратиться. И, в общем-то, тогда, когда я обращался, мне помогало. Вот как вот всегда с прагматичной стороны люди спрашивают. А вот почему мироточат икону? Давайте сделаем экспертизу, проверим, что там и как там. Но человеку верующему не нужна экспертиза. Если он принимает, он верит уже этому, значит, это чудо должно быть. Если он атеист, он не верит, если он не воспринимает это уже, он начинает искать какие-то вещи. Вот экспертизы, делал такое. Поэтому здесь я, скорее всего, думаю, что только от истинной веры. У меня есть такое понятие кризис среднего возраста. Психологически очень сильный кризис. И я поехал к старцу. С ним поговорил. Старец вообще меня не знал. Первый раз мы поговорили с ним. В Оптиной пустыне был. Поговорил. И он мне на прощание сказал, говорит, иди, ты не потопляем. И меня это настолько, не зная, чем я занимаюсь. И вот такой термин, когда он сказал, говорит, иди по жизни, ты не потопляем. И меня это, вот сейчас даже мурашки вводит, это зло. И он вот там сказал, говорит, чем ты занимался, тем и продолжай заниматься. Твою. И после этого я очень пошел. Легко стало. Вот я вышел. И это сложно объяснить, очень сложно. Вот как будто заходишь с большим рюкзаком камней и выходишь, долго нес его, и выходишь оттуда пустой, свободный. Вот это состояние, вот такое было состояние после. И вот все идет как-то очень легко. После этого вот очень легко. И так же я говорю, что вот за последнее время я очень много пешевиков и дарил их. Практически очень много дарил. И вот чем больше, я вот понял, вот это вообще, чем больше мы как бы вот отдаем, тем больше мы получаем. Больше всего вот я на любовь, я боюсь, чтобы не выйти, как в современном языке, в тираж не выйти. Чтобы не начать делать вещи конъюнктурные, не делать то, что хочется сердцу. То чувствуешь, что приходит из меня, меня как бы. То, что приходит, вот надо это делать. А не то, что на потребу вот сегодняшнего дня. Мне очень близко. Я люблю проявление христианской культуры в любом виде. Христианская архитектура, христианская живопись, христианская литература. И я полностью принимаю и благодарю Вениамина за то, что он делает. Ты знаешь, я когда смотрела его сюжет, я думала, вот он говорит о чистоте сердца. Одна из молитв, которая в Библии даже есть, «О Божье сердце чистое, сотвори во мне». Я думаю, что очистить свою внутренность человек сам по себе не может. То есть это возможно только если обращаться к Богу действительно в молитву, потому что Бог может очистить внутренность человека, внутреннее его состояние. Но ты же сама сказала, нам нужна некая духовная вода, что Иисус Христос есть живая вода. Живая вода с небес, которая пришла специально для того, чтобы очистить нашу внутренность от всякого греха. Абсолютно согласна. «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят», – сказал Иисус в Нагорной проповеди. Чистое сердце необходимо не только иконописцу. К сожалению, немногие люди серьезно относятся к тому, чтобы очищать свое сердце, и не знают, что носят внутри большой груз, от которого необходимо просто, просто необходимо избавиться. Много раз, когда разговор заходил о вере в Бога, я слышал такие слова. «У меня Бог в душе. Я верю в душе в Бога». Но по облику и поведению человека было видно, что он близко незнаком ни с Божьими заповедями, ни с Евангелием, ни с принципами Божьего Царства. Такой человек находится в великом заблуждении и не знает, куда идет. Иисус Христос сказал, это написано в Евангелии от Матфея, 11 главе, с 28 по 30 стихи. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго моё на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Ибо иго моё благо, и бремя моё легко». Вы хотите успокоиться и сбросить с себя так мучающее вас бремя греха? Давайте вместе помолимся этой простой молитвой. Вы можете повторять за нами. «Дорогой Небесный Отец, я устала, я нуждаюсь в Тебе. Я верю, что Твой Сын Иисус Христос пришел на эту землю ради меня, чтобы умереть и избавить меня от бремени греха. Дорогой Иисус, прости мне мои грехи, помилуй меня и прими меня в число Твоих детей. «Войди в моё сердце и живи там Духом Святым. Наполняй меня, чтобы я знала, что мне делать на каждый день. Я прошу Тебя, руководи мной, очисти моё сердце, сделай его чистым, сотвори его новым, угодным Тебе, послушным Тебе, мягким и милующим. Я благодарю Тебя за то, что Ты пришел и умер за меня. Я принимаю Тебя как своего Господа и Спасителя. И я принимаю Твою волю для своей жизни и благодарю Тебя. Отныне Ты мой Бог, Отец и Сын и Дух Святой. Аминь». То, что Бог начал сегодня делать с вашим сердцем, Он будет продолжать в течение всей вашей жизни. Только не противьтесь Ему, потому что Он пришел не для того, чтобы погубить вас или замучить, но чтобы дать вам новую жизнь, жизнь в любви, радости и победе. Наш телефон 8 800 299 88 бесплатный по России.